Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Мусырные ящики. Те, как в 1 кыше, 4 кыше в этом мусырные ящики, Asus TOC, Без веки, Абыл в мусырные ящики. Сплошной безобразие. Мусыр летает. У нас науке. Казар мен кучедекет паратсам. Бір семешке шағып. Соның қалдығын тастасам. Немесе темекінің қалдығын тастасам. Маңын штраф салады. А то, что там килограммы мусыр летает. Никого не штрафует. Никого к наказанию. так сказать, не привлекает. И тазал к микки-мисиде спустя рукава, так сказать, к этому относится. Вот, естественно, хотелось бы чистоты побольше, потому что, ну, немножко прибережная зона, конечно, камни валяются, вот такое вот. Не хватает, наверное, чистоты в микрорайонах. Каждый день прохожу по своей улице мимо дома, вы знаете, вообще это кошмар, конечно. Какие именно микрорайоны? Вот, в частности, в четвертом 4-66. Ужасная грязь. И впереди, и сзади дома. Вот сколько листва опало, пыль была, вот так все, и лежит уже которую неделю. Почище, чтобы было. Все-таки много мусора. И к жителям обращаюсь, и к руководителям. Во-первых, вот сегодня мы проходили, мусорные баки переполнены. Вот это вот, как она называется, фирма, тазалок или... В последнее время вообще стало с этим очень плохо. И в городе, и вот мы живем в Приморском. То же самое. Ужасное состояние этих мусорных баки всегда переполнены. На сегодняшний день вывозом твердобутовых отходов по городу Лахта у нас занимается несколько организаций. Точнее, 11 организаций. И одна из крупных организаций, которая занимается непосредственно вывозом ТБО жильцов, является Каспи-Оперетинг. Каспи-Оперетинг непосредственно вывозит мусора с контейнеров в близ многоэтажных жилых домов. И как раз-таки они также занимаются, вместе с ними занимаются еще несколько частных компаний, которые оказывают услуги по нескольким жилым комплексам по городу, по новым микро- районам, и по микро- районам ШРАС-1, ШРАС-2, ШРАС-3, и тоже другие компании. А именно по старому городу и по микро- районам занимается компания Каспи-Оперетинг. По городу сейчас насчитывается порядка 2,5 тысячи контейнеров, и вывоз действительно, особенно в субботние и воскресные выходные дни, не предоставляется возможным в части того, что в основном жители празднуют по этим дням, по выходным дням, и техника не успевает вывозить мусор. Получается, что иногда некоторые машины жильцов загромождают подъезды к этим контейнерам, и получается, что несвоевременно вывозится мусор. Ну, в основном сейчас на данный момент стабилизировалась установка в плане того, что техника уже, как бы, практически уже полностью выходит на линию, и на сегодняшний день работает порядка 14-16 единиц мусоровозов, именно вывозящих ТБО жильцов. Единственная проблема этой компании – то, что жители несвоевременно платят за вывоз мусора. Сейчас насчитывается около 200 миллионов задолженностей жильцов перед этой организацией. Получается, сами жильцы, ну, как бы, не проявляют активность в плане того, чтобы в свое время наплачивать за вывоз мусора. Нинсера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok